Всем доброго времени суток. Относительно недавно я стримил игру Ages of Earth, которую мне задарил камрад Кочетков, за что ему безусловно спасибо и отдельный респект. Играл я в неё довольно-таки долго и... да, всё-таки бросил. Сама по себе идея представляет такую смесь бизнес-симулятора с Tower Defense. Действие происходит в энном неопределённом будущем, когда произошёл, естественно, покалопздец, после которого люди обнаружили новый супер-пупер-дупер-минерал, благодаря которому, собственно, начали потихоньку отстраиваться. Но вот же незадача, после этого начали появляться огромные такие монстрюки, которые, естественно, человеков хотят сожрать. И вот теперь наша задача отбиваться от этих монстрюков, с которых будут выпадать ресурсы до строительства защитных башен в ваших городах. Экономическая составляющая игры поначалу кажется довольно-таки простой. У вас есть город, поделённый на секции. В каждой секции за энным взду в деньгах и ресурсах можно поставить либо защитное орудие, либо гражданское здание, выполняющее энные функции. Например, электростанция снабжает ваше здание энергией. Без неё толком ничего и не поставишь. Населению где-то надо жить, поэтому надо создавать жилые кварталы. Ну и чтобы население не скучало, надо создавать увеселительные заведения, вроде торговых центров или парков, например. Орудия для защиты тоже есть нескольких видов, и у каждого своё предназначение. Есть пулемёты или лазеры для мелких и быстрых целей, или ракеты для более крупных и медленных целей. Когда вы будете готовы, то можете попробовать защитить свой город в реальном времени от новой волны монстров. И вот это уже выглядит весьма таки занятно. Ваш город представляет из себя четыре кольца с башней в центре, и каждое из этих колец можно крутить отдельно друг от друга, ибо обороняться вам придётся со всех сторон, иногда одновременно. Крутить кольца также нужно и для правильного позиционирования башен, ибо многие сектора в городах закрыты для строительства, только лишь в самом конце игры вам за дополнительную нюзду дадут там строить. А у башен свой радиус действия. Ещё одним аспектом позиционирования станут сами башни, ибо если соединить три одинаковых башни в ряд, они станут гораздо сильнее. Но тогда вы по сути будете открывать себе тыл во многих случаях. Всё это, как я уже сказал, происходит в реальном времени и бывает довольно таки напряжно, особенно когда в бой вступают боссы. И это ещё не считает четвёртого ряда, в котором можно ставить защитные стены, воскрешалки или танков пускать, например. Ну и да, и про гигантских боссов тоже забывать не стоит. Лично мне их нападение очень сильно напомнило аниме Евангелион. Проиграйте вы, если взорвут центральную башню, но ничего страшного, никаких штрафов в принципе не будет. После победы вы и ваши офицеры получают опыт, а в ваш город, возможно, прилетят новые поселенцы, которых вам надо где-то разместить. Оттого и нужда в жилых кварталах и увеселительных заведениях, ибо чем больше счастливого народу в ваших домах, тем больше с них будет падать налог. По ходу игры вы будете также развиваться, за что вам будут давать новые пушки, не бесплатно, естественно, их можно будет апгрейдить, а потом вам ещё будут давать новые города со своим расположением секторов, пригодных для строительства. И всё вот это вот вам придётся успевать разрабатывать параллельно, ещё выполнять задания начальства и продвигать сюжет. Игра не сразу, но раскрывается, и в ней есть чем заняться в принципе. Геймплей довольно затягивающий и неординарный. Разрабам удалось отлично проочередовать методичное и вдумчивое строительство с динамичными и порой весьма стрессовыми боями. Но уже к середине игра становится просто мега гриндющей. Я остановился на девятнадцатой главе, и как я узнал, в игре их двадцать три штуки, ибо здесь уже требовали весьма специфичные ресурсы, которые выпадают очень рандомно и только из боссов, которые появляются только если накопить вот этот вот показатель в углу. Накапливается он простым уничтожением монстров, и у каждого города он внезапно свой. То есть мне надо тупо проходить 3-4 уровня просто так, чтобы у меня был один шанс выйти на одного из шести случайных боссов, и чтобы с него случайно упал нужный мне ресурс. И далеко не в количестве одной штуки. А после каждого такого боя прибывает больше беженцев, которых мне куда-то надо пихать, и зачастую все перестраивать или тратить нужные мне ресурсы на апгрейд имеющихся. И ведь обидно, у игры хорошие были идеи. Да, выглядит она крайне так посредственно, я бы сказал бюджетно. Графон тут уровня PS2 максимум. Игру явно делали с минимальным бюджетом. Разнообразие монстров и локаций тоже довольно небольшое. Зато есть пачка забавных персонажей, на диалоге которых местами весело смотреть. Это ваши офицеры. Каждый занимается чем-то своим. Один артиллерист, другой связной, третий отвечает за строительство, ну и так далее. Каждый дает энные пассивные бонусы, вроде критических ударов или большего процента с налогов. Но они устают от постоянных вылазок и их надо периодически менять. Кстати, еще один элемент стратегии. Нарисованы они неплохо и даже озвучены на двух языках. Правда, полностью озвучены только основные сюжетные диалоги. Вторичные сделаны как-то придурковато. Персонаж просто брякнет или квакнет что-то и в итоге вот эта вот какафония начинает резко надоедать. В общем, идея у игры неплохая. Я рекомендую попробовать хотя бы за интересную смесь жанров. Но да, во многих аспектах тут явные проколы. Игра изначально вышла в 2016 году на PlayStation 3 и PlayStation Vita, но потом была портирована PlayStation 4 и ПК. Я играл естественно на ПК и спешу вас предупредить, что если вы все-таки надумали игру брать, делайте это где угодно, но не на ПК. Лично у меня была только одна серьезная проблема. Освоиться с управлением. Ибо по уже сложившейся японской по-настоящему традиции, это полный пиздец. И оно не перенастраивается. Однако, судя по форумам и отзывам в Стиме, игра вообще едва работает. У многих она просто откровенно не запускается. У других выдает лютые графические баги. У третьих постоянно крашится или виснет. У нее даже ачивки в Стиме не работают. Вообще. Хотя мне лично на это как-то кусок колокольни. А хотя нет, вру. У меня была еще одна проблема, а именно не сохранялись настройки. Причем настройки всего. Даже если я хотел сменить озвучку, мне пришлось по нескольку раз перезапускать игру. Другими словами, это самый что ни на есть наисырейший порт. Поддержкой игры никто не занимался. Всем было просто откровенно насрать. Выпустили в магазин, собрали бабло и смылись. Про другие платформы ничего сказать не могу. Однако отмечу, что игра все-таки довольно занятная сама по себе. Если будет возможность урвать по дешевке, по большому такому скидончику, то можете попробовать. От меня игра получает 5,5 баллов из 10. Ну а на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!